Добрый вечер, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангела. С вами Народный Батюшка. Мира и добра вам от Пресвятой Троицы. Прекрасный вечер. У нас наконец-то начинается тепло. И даже объявили завтра, что больше 20 градусов будет. А до этого было всё чуть ли не заморозки. Но заморозков не было. Было 4 градуса, например. Но мы-то радуемся, мы картошечку вчера посадили. В этом году такое поле размахнули. Правда, не столько картошки, сколько самой земли оказалось. Участок длиннющий такой у меня имеется. И он не использовался наполовину, поскольку я не предполагал, что это мой участок. И вот мне посоветовали, что вы в этом году вспашите, засейте овсом. Осенью пройдёмся ещё раз трактором. Всё это запашем. И на будущий год будет смена. Вот мы половину этого участка будем сажать, но будем попеременно. Год овёс, год картошка. И говорят, вот тогда там нет этих... Забыл как, которые в картошку-то... Такие жучки. И самое-то главное, что мы сделали, мы опять дотерпели до июня. Какой год я по совету очень грамотного тогда... Беляков был такой в совхозе Возрождения в родниках агронома, который мне рассказал, что картошку нужно сажать в тёплую землю. Что картошка, как, можно так сказать, уже оккультуренное растение, не любит вот со всей природой вместе жить. Что у неё как раз вот, когда ей тепло, когда ей хорошо, тогда она и вырастает. Я вам уже рассказывал этот случившийся анекдот, за который его чуть не выгнали из партии. А как? Ну точно ему не дали героя труда. То есть соседу там, Бредову, председателю дали, а хотели дать его. Не дали потому, что однажды приехала комиссия, которая приехала по поводу того, что все уже посадили картофель в области. Только вот он, такой передовой, до сих пор картошку не посадил. Не посадил. И они приехали к нему разбираться, почему он этого не сделал. А он говорит, вам что нужно? Показатели или картошка по-настоящему нужна? Они говорят, нам и то, и другое надо. Ведь вот тут хорошие специалисты, агрономы говорят, что все это нужно давно посадить, а ты этого не делаешь. А он вывел их в поле и в острый момент, значит, этой дискуссии, вот так ногой откопал яму. Говорит, вот картошку нужно сажать, когда вот на глубине ее посадки 15 сантиметров теплая земля. А для этого либо локоть нужно опустить, локоть вот очень чувствительный, либо заднее место. И он снял штаны и прямо при этой комиссии сел в эту, значит, яму и говорит, холодная земля. Не верите? Садитесь! Встал, штаны надел. Садитесь! Им говорит. Они все развернулись, побежали, выговор ему вкатили. Ну и нет, другие награды у него были, но я с тех пор вот все время отстаивал, конечно, когда был не наш огород. Вот, то мне эту точку зрения отставить было трудно, там тесть, теща сажали тогда, когда они считали нужным. Ну а когда вот мы все-таки здесь обустроились и я убедил матушку, давай вот часть посадим так, а часть вот так. И увидим, как это. Мы, кстати, раннюю картошку тоже в мае посадили. Вон она уже у матушки чуть ли не цветет. Уже в июне, к концу начнет она подкапывать, брать маленькие, значит, картошинки, ну, которые. И мы начнем пользоваться этой картошкой. Она у прудика у меня. Да вот эта картошка, давайте я вам картинку покажу. Вот уже, уже крупная, уже нам на еду двоим хватит. А ту мы выкопаем. До покрова можно копать. До покрова считается. Больше того, даже хорошо, если она чуть-чуть тронется уже такой прохладой, она кожу сделает грубой и непроницаемой, если она уже почувствует, что холода пошли. Вот это так. Кстати, раньше и копали-то вот так, достаточно поздно. Вспомните, кто в школу ходил. До конца сентября ездили, картошку выкапывали. А сейчас у нас в августе выкапывают. Уж начало-то сентября, глядишь, уже ни у кого картошки нет. А мы выкопаем через 90 дней. И она будет в хорошем коже. Она будет нееденая. В этом году еще преимущество. Очень рано проснулись Колорады. И народ говорит, просто жуть. Она еще, говорит, не вылезла. А они, говорит, уже здесь ползают. И сегодня еще одна, рассказываю, говорит, вышла и стоит такая жухлая, такая хиленькая. И даже цвет-то у нее, говорит, не зеленый, она стоит. Говорит, не понимаю, что будет. А, конечно, холод такой. И Колорады, говорит, уже прямо толпами бегают. Как это так? А мы уже пропустили этот сезон Колорадов. Мы сейчас посадим, они уже не летают, не ползают. Они уже на других участках отложились. Вот и это будет тоже большая польза, что у нас... В общем, мы-то уже уверили, что вот именно так нужно в июне до 14-го посадить. А в сентябре, в конце сентября, в начале октября до покрова выкопать. Ну, у меня там день рождения, мы... Да нет, мы в октябре ни разу не копали. Все время в конце сентября она у нас уже в подвале. И лежит идеально. Матушка, вот мы доедали, значит, в апреле свою картошку. Ну, я говорю, ты купила, что ли, в магазине турецкую? Да наша, говорит, гляди. Прямо такая... Хорошая картошка. Вот так, мои хорошие. Так что всему, каждому овощу своё время, как говорят. И я считаю, что вот картошке время это у нас в нашей полосе. Несмотря на то, что вроде колеблется теплее или не теплее, вы понимаете, что растения не умеют вот так быстро колебания. Они своё созревание, свои, значит, сроки знают. Вон, яблони тоже достояло. Вон только сейчас яблочки пошли, а так вот сдержанно всё стояло. Вот. И поэтому картошку нужно сажать в июне, что мы и сделали. Поэтому теперь радуемся. Здоровья вам всем, радости. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok